Дмитриевский храм И участок этот находится именно между, на сегодняшний день, Дмитриевским и Николиной горой. Учитывая, что это место стало местом настоящего паломничества, не только в плане церковном, религиозном, но и тех, кто любит родной край. Позабытый, но исторически значимый маршрут был проложен в прошлом году – 8 километров по заповедному лесу. Из Москвы в Звенигород по этой тропе совершали паломничество русские цари. Этот путь с молитвами и песнопениями наши современники преодолели почти за три часа. Шли от села Дмитровская до строящегося храма на Николиной горе. Сегодня эти люди прошли и вместе с детьми, с внуками увидели эту дорогу, увидели места, связанные с жизнью наших предков. Но самое главное – увидели неизменившиеся места нашего удивительного места под названием Масловский лес. А, конечно, когда ты идешь и видишь эти совершенно, скажу так, может быть странно, живые болота, живые леса, живые поля, диву даешься. После таких красот и духовных мест чувствуешь себя действительно легко, говорит Алла Лагутина. Ее семейство недавно решило перебраться в поселок Николина гора из Москвы. Сейчас строят дом. По маршруту они прошли впервые. Еще раз убедились, что лучшего места для жизни не найти. Мы шли несколько часов. Конечно, это непросто и устаешь, но вера и сила духа помогают двигаться дальше, когда видишь горящие глаза единомышленников, верующих. И для меня очень важно то, что батюшка благословил, то, что была совместная молитва. В единой молитве соединились здесь люди из разных уголков Москвы и Подмосковья. Кристина и Екатерина – участницы благотворительной организации, которая помогает бездомным людям. Уверены, благое дело может совершить каждый. Душа требует какой-то отдачи, какую-то миссию, что-то исполнить, что-то важное. Оставить какой-то, ну, может быть, небольшой след, хотя бы вот такой. Поделиться добром, радостью, счастьем с людьми. И, в принципе, мы считаем, что любые люди могут помогать, делать добрые дела. В день рождения Николая Чудотворца в храме, который возрождается на месте старинной святыни, стоявший здесь с 15 по начало 17 века, крестный ход завершился. Всех участников паломничества ждала полевая каша и чай. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.